И к сообщениям из России. На пензенских храмах установят мемориальные доски, посвященные памяти двамучеников и исповедников Церкви Русской. Об этом рассказал митрополит Пензенский Нижнеломовский Серафим, открывая межрегиональную научно-практическую конференцию. Ее посвятили сохранению исторической памяти жертв репрессий, пострадавших за Христа. Конференцию открыл ансамбль пензенской духовной семинарии «Спас» под управлением священника Владимира Ольхова. Важность сохранения памяти новомучеников, как пути обретения веры, в своем приветствии особо отметил первый проректор вуза. Через подвиг этих людей мы, собственно говоря, сегодня находимся в ограде церковной. Конференция собрала многочисленных гостей и участников из нескольких российских регионов. Одно ее направление тесно связано с образом новомучеников в церковном искусстве. Иконография, по словам главы Московской иконописной школы, это не просто иллюстративный материал. Это всегда попытка показать смысл. Если в живописи это так, то в живописи религиозной это тем более. Темой первого доклада конференции стало русское крестьянство в годы установления советской власти в Пензенской области. В этой среде было немало жертв нового политического режима и гонений на русскую православную церковь. Проблема сохранения исторической памяти нас должна вводить в прошлое. Но на самом деле это более широкое и, так скажем, многоуровневое по глубине залегания каких-то мощных факторов сил, воздействия на наше понимание происходившего. Межрегиональную научно-практическую конференцию, посвященную новомученикам, в Пензе проводят уже третий раз. Ее результатом, по словам главы Пензенской митрополии, является соединение изысканий церковных краеведов и ученых в деле сохранения исторической памяти о пострадавших за веру Христову. То, что мы делаем, вот на этой конференции мы будем на каждом храме, где служил священномученик, устанавливать памятную доску, безусловно, это еще один вклад в то, чтобы люди, приходя в этот храм, знали, что это не просто храм, а этот храм, например, освящен священномучеником Тихоном. Или в этом храме служил тот и тот священномученик.